46% – такова, по информации ЦБ, доля заёмщиков, имеющих одновременно ипотеку и другие крезиты. Регулятор опасается, что это может привести к массовым неплатежам и хочет, чтобы банки начали учитывать предельную долговую нагрузку при выдаче займов на жильё. Этот показатель введён с 1 октября. Он рассчитывается как соотношение совокупного платежа по займу к общему доходу человека. Если лимит превышает 50%, то кредитору стоит задуматься. Однако финансисты отмечают, что банкам это просто не нужно. За кредитовальным заёмщикам даже не то, что ипотечные кредиты, просто на какие кредиты больше не выдают. Поэтому эта мера ЦБ, по сути, она просто закрепляет то, что сейчас есть уже, ну, де-факто на рынке, просто на законодательстве не будет. Но это, видимо, для тех банков, которые ведут, ну, слишком, может, такую рискованную политику кредитную и выдают кредиты просто всем направо налево. В банках добавляют, что действующих барьеров достаточно. И при кредитовании они и так придерживаются консервативной политики. Аналитики рынка недвижимости говорят, что каких-то серьёзных ограничений ждать не стоит. У нас эпизодически появляются всплески определённой активности банков. То более либеральные условия у банков становятся и более активно выдаются кредиты, то появляются некие заградительные искусственные барьеры, которые ограничивают доступ людей к кредитам свободным. Поэтому я думаю, что здесь будет, ну, может быть, какая-то очередная волна. Но и банкиры, и регулятор, наверное, всё-таки с пониманием будут относиться к этой проблеме. И, ну, все же заинтересованы в развитии рынка недвижимости. Инициативу Центробанк планирует обсуждать с банкиром в течение декабря. Напомним, регулятор задумался о введении ПДН после резкого роста закредитованности граждан. Только за апрель 2019 года средняя сумма таких займов достигла исторического максимума – 207 тысяч рублей. При этом общая долговая нагрузка россиян по итогам 2018 года составила 15 триллионов рублей. Это рекорд за последние пять лет. Регулятор опасает, что дальнейший рост может привести к перегреву рынка коррестования.